Приветствую вас, Сергей. Вы знаете, мне почему-то кажется, что подобный вопрос уже был, я могу ошибаться, но мне кажется, что был подобный вопрос, удавали вы его, по-моему, даже вы его задавали, человек с именем Сергея. Итак, не могу без девушки, которая меня бросила, почти вы. Ну, здесь сразу я бы хотел сделать такую отметку, что раз без девушки вы не можете, то совершенно логично предположить, что девушка вам, ну, что-то давала, да? То есть, вот с девушкой вы что-то для себя получали, что-то такое, чего не можете получить без девушки. Вот, соответственно, ну, именно на этом, да, и базируется ваше текущее состояние. Вот, это я вам говорю, чтобы легче было вам себя понять. То есть, вот, вам девушка соревновала, а вы с девушкой себя как-то чувствовали, ну, неким, таким определённым образом, да? Вот, и когда она от вас ушла, вы перестали чувствовать себя подобным образом, из-за чего вам стало очень тяжело сейчас, ну, вот, на данный момент вам очень тяжело. Ну, вы так, вы, вы так говорите. Вот, опять же, я ни в коем случае не хочу сказать, что вы там обманываете, что вы там врёте или что-то, типа, типа того. Я говорю именно вот только о том, что, ну, о том, что вижу, о том, что мне кажется. Вот. Поэтому такой момент, да? Так. Итак, девушка давала вам что-то, а, что вы без неё получите, ну, по вашему мнению, не может никак. Вот. Соответственно, очень важно понять, что это, что это, что такого девушка вам, вам давала, что вы не можете получить без неё. Да? Вот. Как конкретно вы, значит, себя чувствовали с ней? Как конкретно вы себя чувствовали с ней? А, что, и что изменилось, собственно говоря, сейчас? Да? Вот. Что изменилось? Почему? Почему изменилось? Как изменилось? Ну, вот, это очень важный детал. Это очень важные детали ситуации. Вот. Дальше вы пишите, значит, жили вместе два года, научилась. Я работал, мне двадцать год. Так. Так. Смотрите. Здесь достаточно, ммм, большая разница в образе. Вот смотрел. А, вот такая вот вопрос о том, насколько много было здесь, есть дувани общего, общего. Вот. И есть ли вообще между нами общего. Да? Потому что разница в образе большая. Достаточно большая. И, соответственно, вполне может быть, что есть вот какие-то здесь проблемы. Ну, я имею ввиду, именно между нами. Вот. То есть, недостаточно, скажи, количество общего, между нами вполне. А, вполне могу привести вот к этой ситуации. Вот. Вот. Ну. Которую вы описывали. Это неприятно. Конечно. Безусловно. Вот. Ну. Суть от этого не меняю. Да? То есть. А, вот. Достаточно. А. Большая разница в возрасте может играть свою роль. И роль, к сожалению, не положительная. Вот. Дальше. После окончания учебы в колледже она колебалась, остаться учиться в нашем городе по другой специальности или продолжаться учиться своей, но продолжив учебу. Ей пришлось бы уехать в другой город. В протяжении всего времени был разговор с ней, что она будет учиться здесь, ищить будет место. Но я стал вести себя, как репер, как бы воспитыванный текан. За что себя очень менял. Ну. Здесь есть несколько странная история. Да? Со мной совсем понятно. И за что вы, собственно. Стали, как вот вы говорите, нытик-нытик. То есть, что-то произошло. Что-то случилось. Что вы стали нитиком. Если да, то что произошло, что случилось, что изменилось. На мой взгляд это то, на что нужно обратить внимание вам, потому что это важно, это очень важно, очень важный момент. Вот. Дальше идём. Значит, вы пишите. Значит, срывался, придирчив стал, был впыльчив и бросил. Что с вами произошло? Что с вами исходило? Вы себя вините сейчас за это, но это были ваши чувства. Это были ваши чувства. Это были ваши эмоции. Это были ваши переживания. То, что вас волновало. Вините вы себя за это только потому, что по вашему мнению, именно благодаря такому поведению, вы потеряли девочку. Вот. Может быть это и так, но вряд ли ей было бы лучше, даже если бы вы не выражали бы своих эмоций и чувств. Вот. По той простой причине, по той простой причине, что проблема всё равно остаётся, так или иначе. Проблема всё равно остаётся, но никуда не деваются, никуда не уходят. И, как бы, если вы себя винить за чувства, да, говорит о том, что вы на основу обесцениваете. Вы занимаетесь в той или иной степень обесценивания. А если вы себя обесцениваете, то нет ничего удивительного, что с девушкой у вас ничего не получилось. Вот. И сейчас вам плохо. Сейчас вам плохо, и вы не знаете, что делать. Вот. Ну, здесь опять же проблема в том, что вы ориентируетесь не на себя, да, а на девушку. Собезависимо. Вот. Здесь работа с самооценкой, и работа с личными границами, и работа с принятием себя. Вот. И с формированием работы ваших ценностей и прочего. Вот. Ребята, вот, заоперед. Вот. И добавить можете уже адекватно что-то делать. Адекватно выстраивать отношения. Вот. С девушкой. Так что... Ситуация вот такая. Такой можно дать вам ответ на вопрос. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. А если понравился мой ответ, буду благодарен за его ответ в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.